В доброе время суток, уважаемые родители. Мы с вами продолжаем разговор о гельминтах, о паразитах. И сегодня мы познакомимся с другими новыми возбудителями, которые могут попасть в организм вашего ребенка и взрослых тоже, и заражать всех членов семьи. И следующее заболевание, вызываемое паразитами, довольно распространено. На самом деле, хотя диагноз ставится не так часто, не всегда, вернее, тогда, когда есть возбудитель, речь идет о заболевании, которое называется лешманиоз. Это группа инфекционных заболеваний, которые передаются через комаров. Определенный вид комаров, и возбудителем является одноклеточный микроорганизм. То есть это не вирус, это не глист в таком понимании, как мы говорили на прошлом нашей беседе. Это одноклеточный микроорганизм, которых довольно много по виду. И в зависимости от географической зоны преимущественно бывают либо одни, либо другие, либо третьи. Соответственно, распространение лешманиоза достаточно, с точки зрения географии, достаточно обширно. Как происходит процесс заражения? Комары кусают животное, млекопитающее. В млекопитающем при попадании в кровь и попадая в кишечник млекопитающего переходит в определенную форму. При этой форме, вернее, возбудители уже в созревшем состоянии попадают в многие органы животного. И кожа, и печень, и селезенка, и мышцы, и так далее. И циркулируя в крови, лешманиоз попадает в организм человека через больных животных. При укусах комарами, и не животных, которые кусаются, а комары, которые переносят. Или от больных людей. Есть разные формы лешманиоза, есть кожный лешманиоз, есть лешманиоза внутренних органов. Причем инкубационный период, то есть период, который длится от заражения до проявления клинических симптомов, лешманиоза может быть достаточно большой. До 4-5 месяцев. Поэтому вспомнить о том, что случилось 5 месяцев тому назад, очень трудно. И периоды лешманиоза плюс к этим 4-5 месяцам еще и есть начальный период, где проявления клинические очень небольшие и такие вот неконкретные. Это может быть вялость, потеря аппетита, бледность. Немножко увеличивается селезенка, на которую, как правило, никто внимания не обращает в начальных стадиях болезни. А вот дальше начинает меняться ситуация. В худшую сторону появляется температура высокая, появляются изменения в анализах крови. Очень интересные, а именно снижение лейкоцитов, увеличение лимфоцитов, увеличение количества эзенофилов, показывающих, говорящих об аллергизации общего организма. И характерно для лешманиоза волнообразное течение лихорадки, то есть резкие подъемы температуры сменяются температурой почти нормальной. Увеличивается печень и селезенка достаточно сильная, это уже диагностируется. И, в общем-то, необходимо лечение. На самом деле, если заподозрить лешманиоз, диагноз ставится довольно легко. Есть определенный анализ на антигены лешманиоза в крови, и сразу все становится ясно. Достаточно тяжелое лечение, это препараты и антибиотики, и препараты специальные, разработанные для лешманиоза на основе сурьмы. Такое вещество есть, неплохо помогают. Ну, вот здесь надо смотреть в плане профилактики. В общем-то, надо бороться с комарами, то есть стараться снизить возможность укусов. Ну, и надо понимать, что это не те комары, которые летают дома. Обычно они находятся в районе различных водоемов, где стоячая вода. Вот в районе, где пасутся животные, в большом количестве, ближе к водоемам, вот там это может быть опасным. Поэтому здесь будьте осторожны. Следующее заболевание, о котором мы поговорим, оно распространено гораздо больше, чем лешманиоз. Лешманиоз, и встречается очень часто, и, в общем, далеко не всегда ставится диагноз правильно и вовремя. Речь идет о заболевании, которое называется лямблеоз. Возбудитель, тоже одноклеточный микроорганизм, лямблея. Ну, это латинское название, лямблея. Вот, лямблеоз передается от человека к человеку. Здесь не надо грешить на животных, на загрязнение. Лямблей передается исключительно через больного человека или носителя лямблеоза. Заражение происходит при употреблении воды и продуктов, загрязненной цистами. Попадают они туда, через руки, через продуктовы деления. Ну, руки имеются в виду грязные, конечно. Вот. И из кишечника, куда попадают лямблеи, они проникают в желчный пузырь и желчные пути. Причем слизистая оболочка желчных путей, она травмируется. То есть, там идет исключительно травматичный путь заражения. Соответственно, и клинические проявления. Они могут быть в виде энтероколитов, то есть, поноса, какого-то боли в животе. Причем в горшке у больного можно увидеть такой вот, как бы, как пенистообразный стул. Вот такой вот он, как брашка такая, вот бурлит. Пена иногда, пузырьки на этой пене, может быть. Причем лямблеи не вызывают интоксикацию. Соответственно, ни температуры, ни каких-то нарушений поведения больного человека мы не обнаруживаем. А вот даже аппетит сохраняется. А вот клиника, она проявляется. Причем, чем дольше лямблеи находятся в организме человека, тем больше вред для печени и желчного пузыря приносит лямблеоз. Ну, определяется, он диагностируется по наличию лямблеев, калия или содержимым желчного пузыря. Есть такое исследование, называемое дуоденальное зондирование, когда берется с 12-перстной кишки продукты выделения желчного, вернее, выделения печени, а именно желчи. То, вот там можно определить лямблеи. Правда, это делается достаточно редко. И есть специальные препараты, которые лечат лямблеоз. Но о препаратах мы с вами поговорим немножечко позже. Значит, и еще один момент, который я хочу вам сказать. Меня часто спрашивают о ситуации следующей. Как проявляется глистное заражение, как можно определить его у детей, есть ли какие-то общие симптомы. Но очень часто спрашивают, вот скрипит ли зубами ребенок, является ли это подтверждением заражения глистами. На самом деле, симптомы, как мы уже говорили, мы прошлись по глистам, симптомы заражения глистами у детей самые разнообразные. Это зависит от наличия глистов, от вида инфекции. Ну, допустим, вот острица, если помните, я повторю, да, это зуд заднего прохода. Ребенок действительно плохо спит, ребенок действительно нервничает. Вот, там расчесы, скажем, да, возникновение каких-то ленточных червей могут вызывать кашель, который не, нет других признаков остро-респираторной инфекции. Только непонятный кашель, достаточно вот такой навязчивый, он дает возможность подумать об инфекциях. Что касается распространенного мнения, что скрип зубами, кстати, он называется бруксизм, если вдруг вы столкнетесь с таким диагнозом, имейте в виду, что это имеется в виду вот скрип зубами во сне. На самом деле ученые давно доказали, что связи с скрипением зубами во сне и глистами практически не обнаружены. Скорее всего, это особенность нервной системы. Другое дело, что если острица не дает ребенку нормально спать, и вот он беспокоится и так далее, это может быть каким-то проявлением той же острицы, того же энтеробиоза. Но это далеко не всегда так. Поэтому скрип зубами – это особенность нервной системы. Чаще всего это связано с какими-то нарушениями вот в этой системе ребенка. Ну, о том, вот мы подходим, наконец, к проблеме, как же лечить глисты, как же лечить их в домашних условиях, народными средствами, проверенными веками, скажем так. Ну, об этом мы поговорим с вами на нашей следующей встрече. А сегодня и сейчас мы с вами прощаемся. Я желаю вам здоровья и берегите себя.